Всем привет, мои дорогие подписчики, гости моего канала. С вами, как всегда, Марина, канал Таро Даймонд Рим. И сегодня делаем очередной традиционный расклад карты дня. 2 марта 2020 года. Использовать будем Таро Последствий и колоду подсказок Ангелов-Хранителей. Будет 4 варианта, как всегда. У нас традиционно 1, 2, 3, 4. Желтое, зеленое, синее, белое сердечко. Выбирайте по цвету сердечка, либо по номеру, либо по карте, которую я сейчас буду выкладывать. Та, которая вам приглянется лучше и быстрее. Никогда долго не задумывайтесь. Часто говорю это вам в своих видео. Доверяйте своей интуиции. Выбирайте именно тот вариант, который вам понравился сразу. И посмотрим, какие же энергии придут в ваш день 2 марта 2020 года. Это не значит, что весь ваш день будет подвержен только этой энергетике, этой энергии. Конечно, нет. 1, вариант 1, вариант 2, вариант 3 и вариант 4. Чаще это, знаете, как предупреждение, что может быть вот так. Поэтому вы можете скорректировать свои действия вот таким вот образом. Да? Можно так сказать. И сейчас я выложу еще по подсказочке из очень доброй, красивой колоды подсказки от Ангелов-Хранителей. Для варианта номер 1. Две. Две полезли тут подсказки, поэтому их и оставим тогда. Вариант номер 2, вариант номер 3 и вариант номер 4. Я надеюсь, вы уже определились с выбором. Если вам нужно еще время, поставьте, пожалуйста, видео на паузу, а мы будем начинать. Итак, вариант номер 1. Желтое сердечко. И у нас выпадает аркан Десятка Пентаклей. Замечательный аркан, который говорит о том, что в первую очередь будут благоприятны все дела сегодня, связанные с материальными либо денежными делами. Можете вкладывать деньги, можете делать покупки какие-то, причем очень даже серьезные покупки. Очень-очень будут благоприятны покупки, сделанные для дома, для вашей семьи, для ваших родных, для ваших близких людей. Этот день очень-очень важен в этом плане, в материальном. И удачен в любых делах, связанных с какими-то вложениями, накоплениями, приобретениями и так далее. Ну, еще и семейный аркан плюс семейный аркан, аркан дома, аркан завершения каких-то материальных дел, каких-то материальных вот, ну, даже это уже не начинание, это нечто, что вы уже давно делали, и вот-вот должен уже близиться результат, да, и все это у вас завершится очень удачно и хорошо. Поэтому замечательный, очень стабильный, очень хороший аркан, связанный в первую очередь с материальным миром. Все, что вы хотите в этом плане осуществить, пожалуйста, делайте, все будет успешно и удачно. Теперь давайте посмотрим, у вас выпало два совета. Первый. Мы знаем о твоем предназначении. Мы, твои ангелы-хранители, обладаем знанием о божественном предназначении твоей жизни. Тебе стоит только спросить, и мы поделимся ответами на все твои вопросы. Знаете, чем мне нравится эта колода? Это тем, что она вселяет в нас уверенность в том, что высшие силы всегда рядом с нами, и они помогут нам в любой ситуации. Но также эта колода нам указывает на некие определенные моменты, очень важные. Вот, допустим, здесь вам сказали о вашем предназначении, задумайтесь об этом. Второй совет будет у вас. Мы поможем сделать правильный выбор. Значит, возможно, вы сейчас стоите перед каким-то выбором, и вам нужно сделать его. Нам известны последствия всех твоих решений. Мы лишь хотим, чтобы в своем выборе ты всегда стремился к счастью. О чем это говорит? Сейчас вы можете находиться перед неким выбором. Но не забывайте о том, что всегда нужно просить помощи высших сил для того, чтобы они дали вам силы и правильное направление, чтобы вы смогли сделать именно тот выбор, который принесет вам наибольшее количество бонусов, наилучший результат, и вообще будет действительно важен в вашей жизни. Второй вариант – зеленое сердечко. Так, для второго варианта какая энергетика у нас будет? Ну, дорогие мои, у вас пятерка кубков. Что-то вас напрягает, что-то вас расстраивает. О чем-то, возможно, вы ностальгируете. Может быть, вы чем-то расстроены, о чем-то сожалеете. Может быть, вы с каким-то, знаете, сожалением и грустью смотрите в прошлое. Может быть, вам кажется, что вы что-то потеряли, и вам очень-очень от этого печально. Ну, на самом деле, я всегда говорю в каждом своем видео, где выпадают такие арканы, что пятерка – это пятерка кубков. Это аркан некого кризиса, за которым начинается улучшение ситуации и движение к успеху, к новым каким-то вершинам, достижениям, новым эмоциям, новой любви, новым, ну, вообще чему-то новому, обновлению. То есть, это, конечно, аркан кризиса, но вслед за ним сразу же выходит новый какой-то путь, вернее, не выходит, а намечается, да, нам виден новый путь, и мы пойдем дальше уже с гордо поднятой головой и оставив все прошлое позади. Поэтому здесь можно сказать так. Конечно, если вам хочется погрустить о чем-то, если вам хочется попечалиться, если вам хочется себя пожалеть, ну, пожалейте, побудьте немножко в этой энергетике, ну, буквально чуть-чуть, немножко, потому что завтра будет новый день, новые возможности, и вы пойдете вперед, и все будет прекрасно в вашей жизни. Вот такой аркан для второго варианта. И давайте посмотрим совет от ангелов. Мы исцелим тебя. Призывая нас, когда ты болен или физически ослаблен, всегда можешь полагаться на наши исцеляющие силы. Посмотрите, как сегодня гадают, как говорят карты, колоды. У вас выпал такой аркан, что вы можете себя чувствовать не совсем комфортно именно в эмоциональной сфере, потому что пять кубков – это эмоциональная сфера, сфера эмоций, чувств. И тут же вам дают такой ценный совет ангела из колоды ангелов-хранителей. Посмотрите, какая красивая колода. Здесь такие картины просто замечательные. Вот такой второй вариант. Теперь вариант номер три. Туз кубков, но здесь диаметрально противоположная ситуация. Сегодня у вас день положительных эмоций, эмоциональной наполненности, счастья. Все будет удаваться, все будет получаться. Может быть, вы получите какие-то приятные известия, потому что, видите, голубка, белая, красивая, прекрасная голубка, несет в клювике, в своем монетку известие, которое хочет сейчас вам в этот кубок, уже наполненный эмоциями, опустить. Поэтому это день эмоциональной наполненности и, в принципе, счастья. Все удается, все хорошо. Посмотрите, сердце в руке. Может быть, сегодня вам будет шанс дан встретить вашего партнера, который станет действительно вашей любовью на долгие годы. Может быть, вы получите известие от своего партнера. Может быть, вы получите, в принципе, какие-то очень приятные вести. Либо, в общем, энергетика вашего дня будет наполнена любовью, счастьем и самыми позитивными эмоциями. Вот такой замечательный аркан Туз кубков. Это нечто такое, что говорит об очень высоких каких-то вибрациях, о высоких материях. Кстати, сегодня можете сходить в театр, на выставку. Очень-очень благоприятно все, что связано с творчеством. И начать какие-то творческие проекты. Может быть, вы захотите учиться рисовать, к примеру, или пойти на какой-то концерт, или что-нибудь. Ну, что-то в этом роде. Все это необходимо вам именно сегодня, потому что сегодня энергетика вашего дня Туз кубков. И это великолепно. Вот такая энергетика дня для третьего варианта. И давайте посмотрим, какой у нас совет от ангелов. Мы защитим тебя, говорят вам ангелы. Мы, твои ангелы-хранители, будем любить, направлять и защищать тебя всегда и во всем. Вот под какой мощной защитой ангелов и высших сил находятся у нас люди, выбравшие третий вариант. На самом деле мы все находимся всегда под мощной защитой высших сил, потому что мы частичка Бога, Он в нас и Он всегда с нами. Теперь четвертый вариант. Пятерка жезлов. Ну, пятерка жезлов, во-первых, это аркан, конечно, действия. Но это аркан кризиса, кризиса действий. Что значит вообще, что означает пятерка действий? Обычно во всех колодах на этой не так. Это ярко видно. Здесь просто каждый со своим жезлом стоит, да, человек. И пока они тут еще не дерутся, не борются, но в принципе думают. А может быть это уже после борьбы, поскольку это таро последствий называется колода у нас. Но смысл в пятерке жезлов в том, что это борьба, это некая конкуренция, это некая, знаете, неразбериха, что-то такое. Вот сегодня, возможно, у вас будут мысли не складываться как-то вот в правильном направлении. Может быть вам захочется с кем-то поконкурировать, с кем-то поспорить, что-то вот такое, нечто такое. Но это война на самом деле без, если можно назвать это войной, война без победителей, либо борьба без победителей, без перспектив. Поэтому если у вас сегодня возникнет такое желание с кем-то поспорить, решить какую-то проблему не очень таким, знаете, дипломатичным способом, то вспомните, что сегодня вам вышел аркан пятерка жезлов. Это аркан действий. Действовать нужно. И сегодня вы будете активны. Сегодня вам нужно будет действовать. Но, однако же, если будут какие-то противоречия, споры и что-то в этом роде, то вспомните, что вам выпал этот аркан. И он говорит о том, что нужно вести себя более дипломатично. Потому что споры, распри, конкуренции и так далее, они не приведут ни к чему позитивному. Это кризис действий. И так же, как во втором варианте, сегодня кризис, завтра новый день и все пойдет на улучшение. В общем, имейте в виду эту информацию, которую я вам сейчас дала, и ваш совет от ангелов. Мы притворим в жизнь твои желания. Какие твои самые сокровенные мечты и желания? Расскажи нам о них прямо сейчас и попроси, чтобы мы помогли притворить их в жизнь. Если вы о чем-то мечтаете, во-первых, никогда, никогда не отказывайтесь от своей мечты. И помните о том, что если вы просите у высших сил защиты, помощи, они обязательно вам ее дадут. Главное, очень сильно хотеть. Помните, что любая мечта осуществима. Нет в жизни неосуществимых мечтаний. Все реально. Все зависит от вашего упорства, веры в свои силы и, естественно, доверия высшим силам. Просите их, и будет дано вам. Спасибо большое за то, что были опять сегодня со мной. Если мое видео развлекло вам, у вас было вам полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Если хотите получать уведомления о моих новых видео, нажимайте на колокольчик рядом с кнопочкой подписки. Напоминаю вам. И до завтра. Всем отличного дня и только самых позитивных энергий. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok